Всем ассалям алейкум, всем привет! Сегодня хочу показать вам мою новиночку. Это погружной блендер Oberhof Virbel E5. Oberhof европейский бренд немецкого происхождения. Это значит качество сборки блендера выше всяких похвал. Погружной блендер Oberhof Virbel E5 устройство 3 в 1 для решения любых задач на кухне. Комплектация погружного блендера это ножка с ножом, чаша для смешивания, насадка венчик для взбивания, насадка для замешивания теста, насадка-миксер, чаша-измельчитель, держатель для насадок, испениватель для молока в подарок. Блендер Oberhof обладает повышенной мощностью по сравнению с аналогичными брендами своего класса. Каким бы не были сложными и твердыми ингредиенты, блендер Oberhof Virbel E5 справится с ними легко и быстро. Все ссылочки на блендер оставлю в описании и закреплю в комментариях. Обязательно заказывайте блендер Oberhof Virbel E5, он станет вашим лучшим помощником на кухне. Девчонки, сегодня на обед готовлю вкусные куриные котлетки. У меня куриное филе и чуть-чуть у меня тут говядины. Можно вообще говядину не добавлять, но я решила чуть-чуть добавить, так как филе не так много. Тут у меня пару луковиц. Предварительно уже я замочила пару кусочков булки в молоке. Одно яйцо. Сейчас все будем измельчать блендером фирмы Oberhof. Все хорошенько перемешаем, добавим специи, приправы, какие мы любим. Я, наверное, добавлю кориандр, соль. Хорошо отобью и уже буду готовить, жарить на сковороде наши котлеты. Начинаем готовить фарш для наших котлет. Смешиваем лук, мясо и буквально 2-3 нажатия блендером Oberhof. И наш фарш готов. Быстро все измельчил. Очень удобно. Он очень мощный и хорошо справляется со своей задачей. Все оставшиеся ингредиенты хорошо перемешиваем, добавляем приправу на ваш вкус и хорошенечко отбиваем. Начинаем жарить наши котлеты. Котлеты я формирую просто руками, смачиваю водой и потихонечку у меня получаются вот такие котлетки. Самый главный, девчонки, ингредиент, который забыла вам сказать, недавно я увидела, это я добавляю чуть-чуть соды, где-то пол чайной ложки соды добавляю. И они получаются такие очень пышные, воздушные и очень-очень вкусные. Я сама до этого, девчонки, не знала. Увидела тоже на ютубе и вот решила тоже с вами поделиться. Попробуйте, потом напишите, как вам такой рецепт котлет. Так что, вот, девчонки, вот такая красота у меня получилась. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 10 котлет. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Все, девочки, всем приятного просмотра, барракадного вам дня. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Девочки, в прошлом влоге было столько комментариев под тем видео. Вы так переживаете, советуете. Спасибо вам большое. Я все комментарии читаю, по возможности отвечаю. У меня пару дней была так, температура 37, чуть-чуть горли першила. Я попила чай с лимоном, с имбирем, чай с медом, молоко с медом, короче, чай с малиной. Все, что дома было, все перепробовала. Когда температура была 37, выпила пару раз парцетамол. И все, все у меня прошло. Хотела вызвать я врача на второй день, по-моему. У меня как раз температура 37,2 была. Но я до регистратуры, до врача, короче, не дозвонилась. Звоню, там сейчас, получается, все автоответчики работают. Звоню туда, переключаюсь на вызов врача на дом. Там, получается, какой-то сбой. Мне говорят, ожидайте, по вашей заявке врач придет. Я еще никакой заявки не сделала, ничего не поняла, короче. Потом начала звонить в регистратуру. В регистратуре очередь 20 человек ждет. И я, короче, не стала ждать. Я говорю, да ладно, ничего страшного. Так мне плохо не было. Просто такое недомогание. Вот буквально где-то 3-4 дня я сидела дома. И все, и все нормально, все, альхамдуля. Ничего страшного не случилось. Начали писать про коронавирус, про какой-то новый вирус. Я даже думать не стала, да, Умар? Так что, девчонки, все у нас хорошо. Спасибо большое, что вы переживаете, тоже поддерживаете меня. Пишите советы, я все читаю. Да, Умар? Умар тоже у меня чуть-чуть кашляет. Да, чуть-чуть кашляет тоже. Хулиганищая. Опять без носков, в шортах бегает. Так что, девчонки, все у нас хорошо. Спасибо большое. Мы уже выздоровели. Все нормально, альхамдуля. Не болейте, следите за собой. Ой, Умар, ты сейчас у меня все порвешь и уронишь. Хулиган такой. Девчонки, мы собрались до магазина, хотим зайти в фикс прайс. Что там? Острое? Дай. Острое. Дай маме. Пойдем в фикс прайс, зайдем и пойдем. Нужно купить фруктиков. У мальчик наш спит с папой оставили. Сначала, девчонки, зайдем в перекресток. Еще памперсы надо мне взять. Уже заканчиваются. Пара штук осталось. Там часто бывают акции, посмотрю. Сейчас вроде во всех магазинах все подорожало. Так что там, наверное, тоже такие же цены. А потом уже в фикс прайсе. Номер 63. Набирай. Абдуго захотел зеленый. А я хочу каких-нибудь красненьких. А еще слезает. Взяла имбирь, лимоны. Да? Зашли тут пандусы. Вот такие есть. Тройки только. Мне четверка нужна. Четверок нет. Вот такие есть. 64 штуки. Возьму такие. Возьму. Кумарчику, да? Кумарчику, пандусы? Мать, я лазить киндер. Зачем это не надо положить? Сейчас сделаем фруктов купили, сделаем компот. Да. Что хотите? Киндер? Мы сейчас в фикс прайс еще зайдем, там что-нибудь возьмем. Нет, я хочу пить. Пить? А, ты вот это хочешь? Да. Ну, иди в кони. В кони. Привезу вот такие наборчики. Постой руку. Вставай, София. Я посмотрю. Силиконовый пинал. Новый блокнот. Красный. Вот такие. Красивые такие. 250 рублей. Появились девчонки на филочке. Смотрите, какие бездевочные доски. 50 рублей. А может и нет. И 200 рублей. Очень красиво. Возьму. Много очень новинок. Вот такие красивые. Поровенькие. Кушайте. Красивые. Коврик для уточки. Соленки. Девчонки, мы уже вернулись домой. Сейчас все вам покажу, что купили. Видите, почти все фрукты, овощи. Но еще забежали в Фикс Прайс. Там, конечно, нам долго не удалось походить. Марчик проснулся, плакал. Папа нам позвонил. Мы быстренько побежали домой. Но то, что я хотела в Фикс Прайсе, я не нашла. Это манежница такая. Видела я у питерского блогера. Увидела обзор Фикс Прайса. И оказывается, это девушка-блогер. Она живет неподалеку от меня. Я сразу же на нее подписалась. Она снимает видеообзоры по Фикс Прайсам. В округе, около нашего района. Там рядом районы. И вот я посмотрела. Нужно на мне сходить будет другой Фикс Прайс. Там очень много сейчас новинок. Посуда. Белая, новая там всякие. Очень мне понравилось. Так что буду искать. Но на этот раз вот купила в Фикс Прайсе. Я вот такие две тарелочки. До этого я такие брала уже. Они маленькие. Это для Софики, для Марьяшки. Такие 380 мл пиала. Такие, смотрите, они красивые. Две штуки у меня тоже были. Я покупала в Фикс Прайсе. Но они разбились. Вот взяла две такие штучки. Пока две. Там именно вот таким рисунком не было. Были другие. Но вот если было еще, я бы три взяла. Марьяшки взяла опять вот такой наборчик. Пусть лежит. 99 рублей. Очень выгодно. Вот такое зеркальце взяла. 100 рублей. Тут уже, по-моему, новиночки. Подождите, я сейчас открою. Новиночки. Какие там они. Около кассы были. Вот такое зеркальце. Все это я себе взяла в сумочку. Иногда надо. У меня все посломано. Вот такой зеркальце. На, возьми, Софика, поиграйся. И увидела здесь вот такую зеркальце сделать. Не знаю, была она, не была. Но до этого в нашем Фикс Прайсе не было. Вот такая красивая. Она большая. У меня почти такая же. Но она меньшим размером. Вот эта доска стоит 199 рублей. Очень выгодно. Свою ее покупала где-то, наверное, рублей за 300. Вот эта вот взяла еще одну. Мне она очень так понравилась. Пусть будет. Такая вот разделочная доска. Из продуктов девчонки взяла. Самое главное взяла. Это памперсы. За 699 рублей. Вот эти я никогда не пробовала. Но взяла. Ничего страшного. Там, мальчику днем почти у меня без памперсов всегда. Но на ночь. Я иногда беру и самые дешевые. Любые, короче. Все нам подходят. Так что, мне кажется, он нормальным будет. Дальше взяла масло Слобода. 109 рублей. Вот такой кефир был по скидке. 69. 3,2 процента. Одну водичку взяла. 35 рублей. Дальше у меня тут краску видела. Она вообще 188 рублей по скидке взяла себе. Пусть будет пока. Лежит на запасе как дальше. У меня вот такой творожок. Видите, со скидкой 50 процента. 72 рубля. Бананы подорожали. Были 50, 60 рублей. Сейчас уже 75 рублей килограмм на 70 рублей. Какие-то новые яблоки. Ку-ку. Кику. Кику яблоки. Так, килограмм 109 на 128 рублей. Килограмм мандаринов почти у меня тут 100 на 100 рублей. Грэнни Смит. Это Абдуло попросил кисленькие. 57 рублей. Дальше у меня тут гранаты. Муж очень любит. Вот взяла ему два граната больших. Таких вроде ничего. Выбирала. На 140 рублей огурцы. Среднеплодные, гладкие. Килограмм 129 на 101 рубль. Один перчик красный. На 33 рубля. 219 килограмм. Взяла имбирь. Буду делать чай с имбирем и с лимоном. И вот лимончики еще у меня тут. 109 рублей килограмм. Пару штучек на 33 рубля. Да, вот. Вот такая у нас была сегодня покупка. Перекресток. Сбегали быстренько. Закупились фруктами. Чуть овощи. Так, у нас продукты есть. Мы недавно ездили в ленту. Поснимать у меня не получилось. Но ничего страшного. В следующий раз засниму вам закупку продуктов на неделю. Так что вы. А это так вот. Когда продукты покупаем. Все равно фрукты, овощи. Что-то надо покупать. Вот такие по мелочам. Все равно покупаем. В среде недели, да. Все, девчонки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если не подписаны. Всем. Ас-салам алейкум. Всем пока-пока. Пока.